Дамы и господа, на YouTube канале Вова Болг, где мы с вами обсуждаем новости экономики, политики и новости фондового рынка. Сегодня видео посвящено обвалу индекса Московской биржи, краху российского рынка, ну и не только российского. И в конце обсудим те моменты, на которые стоит обратить внимание на этой неделе. Я вчерашним видео не стал это говорить, скажу все сегодня, потому что сегодня никаких особых событий не произошло. И прежде чем мы начнем общаться по поводу нашего фондового рынка и его обвала, я хочу поздравить всех дорогих петербуржцев с великим праздником нашего города, с днем снятия блокады. Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, спасибо вам за то, что мы есть. Итак, давайте с вами поговорим все-таки насчет краха фондового рынка. Многие до сих пор не уверены, что это просто коррекция, но я вас уверяю уже, что это именно большущий-большущий крах. Надвигается большой уже финансовый кризис. Каждый день индекс Московской биржи на прошлой неделе терял от 30 пунктов и более. Сегодня же только на открытии Московской биржи падение индекса составило более 60 пунктов. Мы только на открытии потеряли более 1% и падение продолжилось. Почему же это все происходит? Я об этом говорил всем на прошлой неделе, что грядет большая коррекция. А в пятницу я уже в своих видео говорил, что коррекция может перенести финансовый кризис и большой крах фондовых рынков. И по ходу дела я все-таки оказался прав. Я вас всех в пятницу предупреждал и в четверг говорил, что уходите в защитные активы. Продавайте свои лонги и уходите в защитные активы. Либо фиксируйте большую часть своих акций, оставляйте какой-то там инвестиционный портфель, а основную часть переведите все равно в защитные активы. Это золото, облигации, евро, доллары, без разницы, но в защитные активы. На прошлой неделе большие умные деньги начинали только фиксацию своей прибыли. Они в начале недели, в понедельник, ровно неделю назад, показали еще последний взлет, последний задерк. На этих хаях большая часть умных денег начала раздавать свои лонги. Люди, которые поверили, что рынок будет расти, постоянно стали покупать эти акции. И что получилось? Начиная со вторника, наш рынок пошел вниз и каждый день терял от 30 пунктов и более. Сегодня, как уже сказал, наш рынок открылся вниз. Почему же такое происходит? На то несколько причин есть. Одна, конечно же, самая основная, которая дала толчок такому резкому падению рынка, это ситуация в Китае. Коронавирус начинает свое хождение уже по всему миру. Он уже зарегистрирован не только в странах Азии, но уже и заболевшие в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Азии, Тайвань, Южная Корея, Япония, ну и само собой, конечно же, Китай. Слава Богу, пока не задета Российская Федерация. Слава Богу. Сегодня министр здравоохранения Китая заявил, что власти Китайской Народной Республики не успевают отслеживать динамику движения вируса. Просто-напросто вирус быстрее двигается, чем за ним успевают отслеживать передвижение зараженных. Потому что отследить зараженных очень и очень тяжело. Помимо прочего, как раньше считали, думали, что сначала будет температура, а потом уже начинается вот это передавание вируса. Вирус передается еще только даже на стадии того, как инкубационного периода. И самое главное, что, к сожалению, власти Китайской Народной Республики слишком поздно объявили карантин в городах, в которых была первоначальная вспышка. Уже более 7-8 миллионов граждан Китайской Народной Республики сумело разъехаться по Китаю и миру. И отследить теперь этих людей очень и очень тяжело. Конечно же, они сейчас говорят, что пытаются отследить, но это фактически невозможно. Поэтому мы в ближайшие две недели ожидаем еще больше вспышки этого вируса. Я думаю, что в ближайшие дни власти Китая объявят о том, что в стране объявлена эпидемия. Монголия уже закрыла границы с Китаем. Я думаю, в ближайшие дни, максимум неделю, все страны, граничащие с Китаем, объявят о закрытии границ и закрытии каких-либо сообщений. Потому что иначе может перерасти во всемирную эпидемию. А это будет очень и очень страшное дело, когда вирус, против которого нет вакцины, будет гулять по земному шару. На фоне этих событий, как я начинал говорить еще на прошлой неделе, очень резко пошла вниз нефть. Вчера мы с вами это более подробно объясним, почему такое происходит. Инвесторы боятся просто-напросто уже вкладывать в рисковые активы. А нефть падает из-за того, что сокращается потребление нефтепродуктов во время таких вот карантинов, когда происходят такие кризисы. Уже летают меньше народа. Уже, в частности, берем Китай, меньше нам передвигаются на машинах. Соответственно, спрос на нефть падает. И мы с вами видим, что падение нефти. Это первая причина падения нефти. Вторая же причина. На Ближнем Востоке произошло как бы ослабление вот этого конфликта между США и Ираном. В Ливии там что-то сейчас стали, вроде бы о чем-то стали договариваться. Вроде там Маршал Хаффтор уже разблокировал порты, как вот неподтвержденная, правда, еще информация, но тоже есть. В США будут вводиться два крупных нефтепровода. Я думаю, в ближайшее время мы с вами увидим падение нефти ниже 55 долларов за баррель. А то подойдем еще и к 50 долларам. И вот тогда произойдет огромный крах экономик. В частности, и российской экономики. Акция нефтяных компаний, в частности, больших таких гигантов, как Лукойл наших, Роснефт, Татнефт, Башнефт пойдут просто вниз. Я думаю, что падение составит не менее чем 30% и более. Примерная стоимость Лукойла, по которой я вот сейчас уже буду ждать и буду подбирать, начинать подбирать, это от уровня конца ноября месяца, конца октября месяца 5800. Вот от этих уровней я потихоньку вновь начну набирать Лукойл. Лукойл мне дал очень хорошую прибыль, более 20%. Я считаю, что это очень хорошо, плюс дивиденды. Поэтому я сейчас зафиксировал все эти позиции, как я говорил, в пятницу, если он пойдет ниже 6550 рублей, я зафиксировал в пятницу, я зафиксировал все свои лонги, переложился в доллар и не прогадал. Надеюсь, те, кто подписан на меня, сделали то же самое. Но к удивлению, сегодня в своем канале, в телеграм-канале, ссылочка есть в закрепленном комментарии, провожу опрос, все ли успели взять доллар? И есть ответы людей, которые и не собирались перекладываться в защитные активы. Есть люди, я честь им и хвала им памятник можно ставить, которые будут пережидать этот кризис в акциях. Честь вам и хвала, на самом деле. Не проще ли запиксировать прибыль, зайти в доллар. Доллар сейчас вернется на свои позиции 64,5-65,5. На этих уровнях доллар продать, акции подешевели, перезакупиться акциями и пойти уже в ломки. Я думаю, что вот эта эпидемия будет продолжаться как минимум, ну, примерно, если брать две недели инкубационный период, как минимум месяц мы с вами будем находиться вот в таком паническом состоянии. И риски будут очень высокие, рынки будут колбасить просто... Я даже представить не могу, сейчас слово не могу подобрать. Уже сегодня Азия, перед тем, как мы открывались, Азия уже от 2% и больше теряла. Некоторые рынки 2%, а какие-то рынки, какие-то биржи и по 3% имели убытка. Нет, в моменте теряла более 4%, когда это видано было. В начале января нет стоя более 70 долларов. Посмотрите, сейчас она, в пятницу мы закрывали 60-76, сегодня уже сходили ниже 58 рублей. Но когда это было, мы вернулись на максимумы октября месяца. В октябре-ноябре тогда так вот стоила нефть. Но на то тогда были свои причины. Сейчас ОПЕК сократила добычу нефти. Нефть должна, по логике вещей, была стоить намного дороже. Но вот из-за этого вируса, к сожалению, нефть очень сильно упала. Поэтому те, кто не успел вложиться в защитные активы, просто-напросто даю вам еще раз совет. Переходите в защитный актив. Либо в поле золота, либо в золото, ну в частности поле золота компании, либо в ИТФ, либо в облигации. Но лучше всего, конечно же, это перейти в валюту. Одна бумага, которая меня продолжает пока что радовать на нашем рынке, это Норильский никель. Непотопляемый Норильский никель, который, как стоил 21, пришел на свою поддержку и стоит на этих рубежах и не сдает позиции. Почему такое происходит? Да очень просто. Палладий идет вниз, да. Ну, Норникель-то занимается не только палладием, он занимается точно так же и платиной, и серебром. И большая часть, как раз таки, поле золота владеет Норильский никель. Норильский никель открывал поле золота, у него там доля. Растут акции поле золота, растут бумаги, ну, держатся бумаги Норильского никеля. Ответ очень и очень прост. Поэтому, друзья, то в убытках сегодня, но извините, я сделал все, что мог, я предупреждал вас всю прошлую неделю. Ну и теперь, на какие же события стоит обратить внимание на этой неделе? Сегодня у нас ничего не происходило особого, важного, кроме вот таких глобальных моментов, но эти моменты ожидаемы. Что же ждать нам с завтрашнего дня? Итак, первое. Завтра в нашей стране, в России, выйдут данные по розничной продаже, по безработице и по реальным зарплатам. По розничной продаже и по безработице это выйдут данные за декабрь месяц, а по зарплатам выйдут за ноябрь месяц. В США статистика по товарам длительного пользования тоже в штате, это за декабрь 2019 года. Бюджетное управление Конгресса опубликует прогнозы по экономике и бюджету за 2019-2029 год. И завтра же, как опять-таки возвращаемся к нашим нефтяным компаниям, пройдет совет директоров компании «Лукоил». Завтра будет на совете директоров обсуждаться, насколько успешен прошел байбэк акции этой компании. Мы все прекрасно помним, что с прошлой недели «Лукоил» прекратил временно покупать акции своей же компании. Они считали, что заведомо завышенная стоимость. Ну, это еще одна из причин, почему «Лукоил» пошел вниз. Итак, среда, 29-е, заседание Федеральной резервной службы. Ну, там, я думаю, без изменений, ставка не повысится, не понизится. Самое главное посмотреть на тот момент, какая будет пресс-конференция. Ну, там будет уже интересно, какое будет движение, куда примерно будем в будущем думать. Так, завтра же в США Управление энергетической информации опубликует обзор энергетического рынка. Это очень интересно, потому что американцы сейчас хотят перейти на газовый рынок и очень сильно стремятся к этому, подвигают наш любимый «Газпром». Поэтому на эту тему тоже будет интересно посмотреть. Ну, и завтра отчитаются две... Ой, да, в среду отчитаются две компании, прошу прощения. Это «Тесла» и «Боинг». Нас эти компании интересовали. Мы насчет них... Эти компании более подробно разбирали. Интересно послушать. «Тесла» и «Боинг» сегодня очень сильно проседают. Итак, далее. В четверг, 30-го числа, пройдет в Банк Англии, будет принимать решение по ставке. Если доверять аналитикам, то здесь все, наверное, пройдет без изменений. Но это последнее заседание такое будет при нынешнем руководителе. В США опубликует ВВП за четвертый квартал 2019 года прогноз 2,2%. В Евросоюзе данные по безработице за декабрь месяц прогнозируются 7,5%. В России «Русгидра» отчитается тоже за четвертый квартал. «Русгидра» очень интересно посмотреть. Конечно, она показала хорошие результаты последние недели, хороший рост. Но, к сожалению, на фоне вот таких вот событий весь рынок падает. К сожалению, тоже вроде посыпалось. И если брать еще политическую часть, это в четверг 30 января Помпео встречается с Зеленским. Но это чисто для любителей политики. Ну, и коли говорим про Украину, будет интересно послушать, как там банк, их центральный банк Украины, планирует понижать ставку. Не знаю, понижит, не понижит, но большая часть аналитиков склоняется к тому, что ставка будет понижена аж на 2%, с 13,5% до 1,5%. Ну, не знаю. На Украине тоже там все очень и очень сложно. Если есть кто смотрит меня с Украины, напишите ваше мнение. Будет, не будет. Я не особо слежу сейчас за Украиной в связи последних событий. Ну, и 31 января, последний день января, наконец-таки, самое, наверное, ключевое событие этого дня, Великобритания, наконец-таки, покинет Евросоюз. Спустя больше, чем 3 года этот Brexit все-таки случится. Надеюсь, что никаких теперь форс-мажоров не случится, и Борис Джонсон выйдет победителем. Поздравим его. И будем смотреть теперь уже отдельно на политику Англии, на экономику Англии без Евросоюза. В связи с этим, я бы опасался бы брать Евро как защитный актив в связи с этим выходом Англии из Евросоюза, потому что Англия одна из крупных экономик считается и в мире, и в Европе. Также в США в пятницу доходы населения за декабрь месяц. Там же в США данные по США это расходы населения за декабрь месяц. В Евросоюзе ВВП данные за четвертый квартал. И, наконец, последняя, в пятницу отчитается моя, одна из самых любимых компаний. Я ее держу уже несколько лет, об этом много раз писал, говорил всем. Это компания Северсталь. Компания Северсталь сегодня тоже очень хорошо проливает. Но я ее брал еще от 650 рублей. Мне пока все эти глобальные, локальные пока что вот эти движения, пока я их не трогаю. Они лежат с Норильским никелем на отдельном счете. сами себя обслуживать. Я только дореинвентирую. Дивиденды пришли, я вновь покупаю эти бумаги и все. Вот такая нас ждет интересная неделя. Еще раз пишите комментарии. Мне нужна с вами обратная связь. Задавайте вопросы. Также, что от вас хочу, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк, чтобы это видео увидело как можно больше людей, потому что многие до сих пор сидят в акциях, чтобы они хоть сейчас зафиксировались, свои убытки уже переразоложились, что пока еще есть шанс наверстать упущенное, пока нет такого глобального краха. И пока еще все, еще можно исправить и убытки можно наверстать. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, ставим колокольчики, пишем комментарии. Также есть ссылка на мой телеграм-канал. Там я выкладываю то, что делаю в течение дня. А сейчас еще раз всех с праздником, с днем снятия блокады. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok